В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Харитончик. Здравствуйте! Сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пятничное возгорание в Волокурте на улице Заречной за территорией пограничной службы стало одним из самых трудных по предотвращению распространения. Полыхали деревянные гаражи. Строение объединяла перегородка, что позволяло огню двигаться с большой скоростью. В условиях жгучего мороза пожарным пришлось работать длительное время и принимать непростые, но правильные решения. Выехали отделение отдельного поста ПЧ-64 на автоцистерне и было привлечено одно отделение на автоцистерне погранслужбы. Было правильно принято решение, произведён разбор гаража, сделан разрыв противопожарный, что, собственно, предотвратило развитие пожара на рядом стоящие гаражи. Тушение пожара осложнялось тем, что в этом районе нет водоисточников. Пришлось использовать ресурсы местной котельной. 16 гаражей вместе с воинской техникой удалось сохранить. Пострадавших, к счастью, не оказалось. А вот субботний случай отправил в больницу трёх жителей нашего города. Ранним утром 22 декабря в доме номер 29 по улице Данилова в 19-й квартире случился пожар. Пока ещё устанавливается, почему он возник. Но очаг возгора неизвестен. В комнате около окна, где располагалась кровать. Испорченное имущество, обезображенное окно и копоть в первом подъезде – сейчас это основные приметы произошедшего. Чтобы справиться с ситуацией, огнеборцам понадобилась дополнительная помощь. Прибывшие дополнительные средства, конкретно ПЧ-64, прибыла автоцистерна и отделение именно газодомозащитной службы. Сразу было создано второе звено к ЗДС и организована эвакуация людей с верхних этажей здания. Из трёхкомнатной квартиры удалось эвакуировать всех жильцов – молодых людей 80-го и 83-го года рождения, а также несовершеннолетнюю 2002-го года рождения. Они были госпитализированы в ЦРБ с диагнозом отравления угарным газом. Соседей в прямом смысле охватила паника. В общей сложности из подъезда вывели 16 человек. Весь факел дыма пошёл наверх, в лежащие этажи. Сложно в чём было? Соответственно, был малочисленный караул. У нас всего лишь было три газодомозащитника, которые непосредственно спасали и производили спасательные работы. О причине такого пожара догадаться нетрудно, ведь бытовые беды подобного рода из года в год одни и те же. Неосторожное обращение с огнём при курении, неправильная эксплуатация топительных приборов и электрооборудования, использование самодельных обогревателей. Чаще всего сопутствующим фактором крупных неприятностей является употребление спиртных напитков. Районные власти подвели итоги конкурса бизнес-проектов среди субъектов малого и среднего предпринимательства и сельхозпроизводителей. По итогам проведённого конкурса финансовую поддержку получили 16 предпринимателей. Конкурс бизнес-планов субъектов малого и среднего предпринимательства проводился у нас впервые. Свои проекты на участие в нём представил 31 бизнесмен. Каждый боролся за право стать победителем в одной из двух номинаций – начинающий предприниматель и действующий. По итогам проведения конкурса было решено присудить стартовые гранты в размере 300 тысяч рублей 11 начинающим предпринимателям, осуществляющим свою деятельность не более года, и пяти действующим, которые получили субсидию в размере 200 тысяч рублей. По данным финансово-экономического отдела были представлены конкурсные проекты на осуществление разного вида деятельности. Это гостиничный бизнес, курьерская служба доставки, издательство полиграфической продукции, в частности, печатание брошюр и путеводителей, пошив и ремонт обуви и трикотажных изделий, а также деятельность, связанная с оказанием парикмахерских услуг эконом-класса. В течение следующего года победителям конкурса предстоит представить отчёт о реализации средств субсидий на цели бизнес-проектов. Далее, коротко о других новостях. Продолжается новогодняя акция «Покупай и выигрывай». Ежедневно её победителем становится один из покупателей торгового центра «Техномир», совершивший приобретение на сумму от трёх тысяч рублей. В качестве подарка денежный сертификат на этой неделе удача улыбнулась Максиму Литвякову, Людмиле Кругловой, Вячеславу Богданову, Ларисе Фишовой. Россияне через социальные сети могут узнавать о своих долгах. Федеральная служба судебных приставов разработала для пользователей сайтов «Одноклассники» и «ВКонтакте» специальное приложение. Оно обеспечивает доступ в банк данных исполнительных производств. По данным ведомства, этот сервис уже работает. Роста тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в первом полугодии 2013 года не будет. Как уточнили сегодня в Федеральной службе по тарифам, пересмотр нормативов запланирован на 1 июля будущего года. При этом среднегодовое изменение тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод составит в среднем 10% по всем субъектам Российской Федерации. Предстоящий Новый год обойдётся россиянину в среднем в 7 428 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы на праздники в этом году увеличились на 7%. А если сравнивать с докризисным периодом, то на 50%. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. По данным исследования, расходы на подарки и новогодний стол по-прежнему остаются выше, чем на турпоездки и посещение досуговых мероприятий. В октябре на территории Российской Федерации вступила в силу Конвенция о правах инвалидов. Этот документ направлен на улучшение различных сфер жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья. Вчера члены рабочей группы, занимающиеся реализацией программы «Доступная среда», посетили отделение реабилитации детей. Отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в очередной раз принимало гостей. Поздравить ребят с наступающим Новым годом и подарить сладкие подарки пришли члены рабочей группы по реализации муниципальной целевой программы «Доступная среда». Рабочая группа была создана при администрации для планирования и разработки мероприятий, направленных на улучшение качества жизни инвалидов во многих сферах жизнедеятельности. Это, например, установка специальных пандусов, проведение спартакиад с участием детей-инвалидов, встречи с педагогами и сотрудниками центров, где ведется работа с ребятами, у которых есть определенные ограничения возможностей здоровья. Сегодня к нам приехали наши дорогие гости, которые мы всегда очень рады, которые нас знают, любят и помогают нам, нашим деткам. И очень приятно, что в эти новогодние праздники малыши увидели в очередной раз радость от них. В рамках своего выездного заседания рабочая группа посетила также мастерские, принадлежащие коррекционной школе-интернату номер один, в частности, кружок кружевоплетения. Затем в более неформальной обстановке был проведен круглый стол с педагогическим коллективом школы. На нем еще раз обсудили главные вопросы, связанные с реализацией программы «Доступная среда» и наметили мероприятие на ближайшие два года. В Мурманском областном дворце культуры имени Кирова состоялся губернаторский новогодний молодежный прием. Его гостями стали школьники и студенты, добившиеся особых успехов в учебе, спорте, искусстве и общественной деятельности. Побывала на балу и кандалакшская делегация в составе 66 человек. 800 учеников выпускных классов, общеобразовательных школ и студентов средних, специальных и высших учебных заведений региона, добившихся особых успехов в учебе, спорте, искусстве и общественной деятельности, стали главными героями губернаторского бала. Мероприятие традиционно проходит в преддверии нового года. В этом году бал состоялся 22 декабря. В его рамках были подведены итоги областного конкурса «Лучший добровольческий проект 2012 года». И лучшими в нём оказались кандалакшские команды. Первое место занял проект по благоустройству территории под названием «Муравьи» детской эколого-биологической станции. Молодёжное движение «Экодозор» оказалось на втором месте. Ребята работали над созданием новой эколого-краеведческой тропы «Колвица». Она стала уже второй по счёту. Разделили с «Экодозор» в сами второе место учащиеся 10-й школы с проектом «Память о братьях-югославянах» дойдёт до потомков сквозь дали веков. Школьники облагородили территорию у могил сербских солдат на Нижней Кандаладже. Эти объекты имеют историческое значение. На третьем месте оказался отдел прикладного творчества «Радуга» Центра гармония с проектом «На Руси жить весело и здорово». Ребята и сотрудники отдела организовали на масленицу праздник для жителей Нивы-3. Для этого были сшиты яркие костюмы для ведущих из комарохов, изготовлена красочная игровая «Крусель», оформлена праздничными атрибутами детская площадка, организованные игры. Но самое главное, что мероприятие прошло с использованием народных традиций. Сотрудники Кандалакшской полиции в очередной раз задержали нелегальную партию биоресурсов. Браконьер пытался вывести за пределы района более 30 экземпляров рыбы лососёвой породы. Браконьера задержали 23 декабря. При досмотре его транспортного средства была обнаружена партия незаконно выловленной рыбы. Мужчина не смог предоставить стражам порядка необходимые документы на имеющийся улов. Было изъято 33 экземпляра рыбы, предположительно лососевой породы, у одного из жителей города Кандалакш. В рамках проведенных УРМ назначено исследование, по результатам которого будет принято решение о возбуждении главного дела по статье 256 Главного кодекса. Все обстоятельства дела в интересах следствия не разглашаются. Но, говорят в полиции, подобные случаи не единичны. Так, только с начала этого года стражам порядка удалось выявить около 40 фактов незаконного оборота водных биоресурсов. Купить здоровье, как известно, нельзя. Зато приобрести аппарат, способный поправить его, сегодня можно. Будет работать выставка продажи приборов Елатомского завода. Эти приборы не требуют специальных навыков и знаний, чтобы пользоваться ими дома. Самый популярный аппарат – Алмак. Он воздействует с помощью импульсивного магнитного поля, за счет которого снимаются отеки, воспаления и боли. У него очень широкий спектр показаний для применения. Это и заболевания стеохондрозы, артрозы, артриты, варикоз, тромбофлебит, гипертония и химическая болезнь сердца, невриты, невралгии. Также и заболевания внутренних органов. Другой популярный прибор – МОВИТ – предназначен для лечения мужских заболеваний. Он применяется при лечении заболеваний предстательной железы. Хронический простатит, аденома первой и второй стадии, уретрит, эректильное диспульство. Физиоприборы торговой марки «Еломет» – это лучший подарок для вас и ваших близких. Приходите на заводскую выставку-продажу с 26 по 29 декабря в магазин «Ваше здоровье» на Кировской 33. Далее прогноз погоды. Его представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. Сегодня ночью в городе и по району будет переменная облачность. Ветер восточный – 2-3 метра в секунду. Температура воздуха понизится до минус 26-30 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Ветер восточный – умеренный. Температура воздуха от минус 24 до минус 28. Атмосферное давление будет падать. 26 декабря солнечная активность – умеренное. Геомагнитное поле – спокойное. Прогноз погоды представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. 9-10-10. Спрашивайте. Ответим. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Увидимся завтра в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин